Очередной громкий процесс в высшем арбитражном суде Лондона завершился неожиданно. Выяснилось, что первый глава российской таможни Анатолий Круглов является долларовым мультимиллионером и владельцем нескольких офшоров. В суде он требовал у бизнесмена Шалвы Чигиринского вернуть более 37 миллионов долларов, выданных ему управляющими средствами Круглова, а также приобретенную на эти деньги виллу на Лазурном берегу. Как говорится в судебном заключении, объяснение Круглова о том, откуда у него такое состояние, судья Питер Рот не вполне понял. Иск к Чигиринскому он удовлетворил, подчеркнув, что к сути данного конкретного разбирательства происхождение денег отношения не имеет. Сейчас с нами на прямой связи обозреватель русской службы BBC Фамиль Исмайлов. Здравствуйте, Фамиль. Слушайте, а судью вообще не впечатлило, что российский экс-таможенник столь обеспеченный парень? В Лондоне эту тему как-то обсуждают? Здравствуйте, Дина. Похоже, судья уже ничему не удивлялся. Судя по постановлению суда, его внимание привлекло то, что в этом деле не только было, не было, вернее, прямого общения между Кругловым и Чигиринским, но оба были вообще не в курсе происходящего. Круглов, согласно документу, сказал, во что вкладывались его деньги. Но его не сильно волновало, во что именно. Но вот если бы он знал, что их одолжили Чигиринскому, он бы никогда не согласился. Мне же больше всего понравилось заключение в одном из пунктов. В нем говорится, что несмотря на то, что дело касается двух очень богатых россиян и сделок, которые они проводили лично или через различные структуры, а также несмотря на то, что все контрактные документы составлены на английском и в соответствии с английским правом, надо помнить, тут я должен протестировать в точности, вовлеченные лица действовали в манере, а также в коммерческой и общественной среде, очень отличающейся от той, которая превалирует в Соединенном Королевстве. Это можно интерпретировать так, что вот, мол, игру русские навариши вели не по английским правилам, а судиться хотят по-английски. Ну и слава богу, пускай приезжают. Дина. Как думаете, если Москва попросит, Лондон Круглова выдаст? Экстрадиция – дело другое, Дина. Тут Москва попросит, Лондон ответит – не работает. Все зависит от того, кто попросит, на основе каких обвинений и какие документы в суде представят. А даже если британские прокурорские органы согласятся с российскими, суд может решить все по-своему. Из прошлого опыта с другими российскими бизнесменами, например, Борисом Березовским, Евгением Чичваркиным, можно видеть, что судья может принять решение, которое может не понравиться российским властям или даже британским. Как это было, например, в случае с радикальным проповедником Абу Катадой, которого суд отказался экстрадировать в Иорданию. Или вспомните дело Екатерины Затули-Ветер, где суд отменил решение британских властей о высылке. Так что все это очень непросто, Дина. Здесь антикоррупционные расследования в России рассматриваются как политическая многоходовка власти. С одной стороны, это шаг популистский, поскольку за последние 7 лет количество россиян, озабоченных коррупцией, выросло где-то с 10 до 30 с лишним процентов, а рейтинг Путина понизился. С другой стороны, коррупция – это вопрос, который объединяет антипутинскую оппозицию. И борьба правительства с коррупцией выбивает козырь из рук противников российского президента. Наконец, скандальные расследования – это своего рода месседж коррумпированной бюрократии. Хотя, если учесть, что Россия поднялась в недавнем рейтинге восприятия коррупции Transparency International со 176 на 133 место, может быть, действительно инвестиционный климат потихонечку меняется. Дина. Спасибо, Фамиль. На прямой связи из Лондона был обозреватель русской службы BBC фамилия Смайлов.